Добрые дела совершать совершенно несложно. И состоять в каких-либо организациях для этого тоже не обязательно. Достаточно желания и личной инициативы. А сегодня в студии мы говорим о воде. И у нас уже есть гости. Я передаю вам слова, Александр. Спасибо, Катерина. Я думаю, что каждый крымчанин на своей личной коже прекрасно знает фразу из фильма «Волга-Волга». Потому что без воды и не туды, и не сюды. У нас сегодня в гостях заместитель генерального директора по эксплуатации государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» Игорь Данилович. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Зрители рады вас видеть. И мы хотели бы у вас спросить вот такой вот очень важный вопрос. Крым всегда был проблемным с точки зрения воды. Какие регионы Крыма, скажем, наименее нуждаются в воде? Какие испытывают наиболее острый дефицит? Доброе утро, уважаемые телезрители. Значит, хотелось бы начать наш диалог с того, что на самом деле жителям республики Крым беспокоиться не о чем. Ситуация находится под контролем. Есть, конечно, ряд вопросов, которые я хотел бы сегодня озвучить. Значит, сразу в нашем диалоге отсечем такие регионы, как Северный Крым и Западный. Потому что у нас на территории этих регионов имеются свои филиалы, источниками водоснабжения для которых являются артезианские скважины. То есть подземная вода. Переоценка водных запасов проведена. Дебит соответствует. Проблем там нет и не будет. Что касается, конечно, как нам всем известно, перекрытия Северокрымского канала, то ряд наливных водокранилищ, которые обеспечили у нас водой, Восточный Крым, такие города, как Керчь-Феодосия, а также центральный наш регион, это Симферополь, то, конечно, здесь был ряд вопросов. Однако водоснабжение республики является приоритетным вопросом для руководства нашей республики, а также для предприятия ГУПРК «Вода Крыма». Поэтому на сегодняшний день известно, что разработано три источника водоснабжения. Это Новогригорьевский, Нежинский и Просторницкий на территории Джанкойского и Нижнегорского муниципального образования. Поэтому сегодня вся та вода, которая добывается, попадает в Северокрымский канал, и далее уже по нему попадают наливные водохранилища. Поэтому Феодосия и Керчи к восточному региону переживать не стоит. Артезианские скважины, это скважины, насколько я понимаю, глубиной более 100 метров, верно? Если мы будем смотреть со стороны Северного Крыма, то у нас начинаются скважины от 70 метров, даже есть источники водоснабжения. И глубже, глубже некоторые скважины доходят даже до 273 метров. Абсолютно верно. Очень-очень интересно. А вот то, что они текут прямо по руслу канала, испарение не значительное? Нет, но сегодня же имеется ряд мероприятий, разработанных для этого. Сегодня уже подготовлена в несколько этапов разбита прокладка водоводов серьезных, которые в дальнейшем сократят потери до минимума, и уже два этапа реализованы. Поэтому действительно этому уделяется особое внимание. Скажите, а вот Крымская столица, собственно, сердце республики, чем у нас водоснабжается? Какие источники? Расскажу. Значит, источником водоснабжения города Симферополь являются у нас три водохранилища. Это Аянская, Партизанская и Симферопольская. Также хотелось бы сразу обозначить, что переживать жителям Симферополя не стоит. Так как у нас сегодня наполняемость водохранилищ следующая. Симферопольское водохранилище при проектном объеме в 36 миллионов имеет 17 миллионов метров кубических. Значит, Партизанское водохранилище при проектном в 34 миллиона имеет 15 миллионов. И Аянское водохранилище при 3 миллионах 900 тысячах кубов сегодня имеет полтора миллиона. Однако, сами видите, по погоде дожди пошли, у нас наполняемость начала расти, у нас притоки появились сегодня уже немножко, поэтому ситуация улучшается. Это, конечно, радует. А вот есть такая информация о том, что некоторые водохранилища ввиду своей, ну скажем, старости, тоже вот говоря о Симферопольском в частности, над ней образовались карстовые какие-то формации, которые способствуют потере воды. Это так или это ложь? Нет, особых потерь, ну, соответственно, предусматривается ряд потерь, но, еще раз скажу, переживать не стоит. Особых потерь сегодня водохранилища не несут в связи с тем, что вы сегодня обозначили. А вот качество воды в Симферополе каково же? Качество воды соответствует всем требованиям Санпина. Сегодня у нас имеются водопроводные очистные сооружения, на которых полностью проходит технологический процесс доведения воды до всех норм и требований. У нас сегодня есть центральные производственные лаборатории, которые ведут ежедневный мониторинг, ежедневный, поэтому вода соответствует всем требованиям. Ну, это просто отлично. А я предлагаю обратиться к симферопольцам, собственно, тем, кто потребляет эту воду, и спросить, что же они думают о качестве воды. Перекресток. Прекрасно, никаких перебоев нет. Горячая и холодная вода ежедневно, начисления идут четко, в первых числах каждого месяца, никаких нареканий. У себя в доме более-менее прилично. Все хорошо? Ну, жаловаться пока не на что. Ну, там бывают ремонтные работы, но редко. А я с Судака у нас нормально. Все замечательно, да. Ну, хорошо, действительно. Пользуемся фильтром, которого хватает буквально на неделю, дней, на десять. Приходится покупать заново. Вода жесткая, все время осадок, чайник постоянно в накипи. Как рядовые граждане Симферополя мы не можем дать оценку качества воды. Понимаете, что это лаборатории, что это особая служба и так далее. Ну вот, живой, слава богу, в настроении, значит, вода нормальная. Да, вполне, поскольку водоснабжение у меня из колодца. У нас постоянно ломаются трубы, лопаются. Они еще наших дедов-прадедов эти трубы. Мы платим за воду. Трубы лопаются, они вот так вот починят. Вот сейчас я уехала, воды нет. Ну, а знаете как, и хозяйство в деревне. Ну, как это так без води? Кленовка, Симферопольский район. Контроль должен быть четкий за средствами и за выполнением всех работ. Вот они вот эти галочки, как привыкли. Больше такого у нас не должно быть. Мы что-то особо не заморачиваемся. Какая есть, такая есть. Мы на Грессе живем. Вот водоснабжение нормальное, а качество... Ну, хотелось бы, чтобы немножко лучше было. Ну, видно, такой накид все-таки остается в чайнике привезти. А так все нормально. Я довольна, но она очень жесткая. Я ее фильтрую через фильтры, покупаю на рынке. А так камни в почках и песок после нее. Что касается водоснабжения, то у нас все нормально. У нас вода подается так, как положено, соответствует графику, проблем никаких нет. А качество воды, к сожалению, мы не ходим, не проверяем в лаборатории, но мы пользуемся фильтрами. А вот как быстро фильтры выходят из строя? Видно по ним, какая вода? У меня такой фильтр, что я не могу определить. Я просто по временным рамкам ориентируюсь и меняю, соответственно, по времени. Ну что же, как мы могли заметить, отзывы в основном положительные. А как вы можете охарактеризовать состояние труб и системы водоснабжения Симферополя? Действительно, имеет место быть такая проблема. Все трубопроводы, которые мы сегодня обслуживаем, они были смонтированы еще в 60-х годах прошлого столетия. И, соответственно, на сегодняшний день их износ составляет более 70%. Также было определено особое внимание в то время, что были трубы в основном задействованы стальные. Сегодня наше предприятие, кроме того, что имеет производственную программу, утвержденную Государственным комитетом по ценам и тарифам, также мы сегодня создали специальную рабочую группу, которая занимается поиском скрытых утечек, которая сегодня выбирает наиболее поврежденные участки. То есть сегодня предприятие уделяет этому максимум внимания. Также у нас сегодня есть республиканские адресные инвестиционные программы, федеральные целевые программы. То есть сегодня этим вопросом озадачены все. И улучшения в дальнейшем нас ждут, а не будут, потому что трубы меняются теперь со старых стальных на новые полиэтиленовые. Да, как мы знаем, полиэтилен материал инертный, очень прочный. Действительно, наверняка крымчанам нечего беспокоиться, потому что впереди у нас только все самое лучшее. Я напомню, что у нас в гостях был заместитель генерального директора по эксплуатации государственного унитарного предприятия «Вода Крыма». Игорь Данилович, вам большое спасибо. Вы нам рассказали очень много чего интересного. Но я предлагаю теперь обратиться к рубрике «Крым онлайн». Это рубрика, которая рассказывает о том, что же все-таки гудит в интернете сегодня. Давайте посмотрим.